Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Валерий Петрович. Я напоминаю, что в цикле вебинаров, посвященных детской неврологии для педиатров и для неврологов, мы сегодня будем обсуждать очередную тему с заведующим кафедрой детской неврологии, с доктором медицинских наук, с профессором Валерием Петровичем Зыковым. Валерий Петрович, сегодня вы предложили обсудить тему, посвященную тикам у детей. Вот если не трудно, объясните, пожалуйста, дайте характеристику этим состояниям. Часто ли приходится сталкиваться в вашей практике с этими нарушениями? И в целом, насколько важно своевременно выявить и назначить адекватную терапию при этих патологических состояниях? Ну вот действительно, из ДВГ-этики, опять же, то есть самые частые коморбидные проявления, и мы не углублялись в нейромедиаторные глубокие проблемы патогенеза, но тем не менее, все-таки скажем, что дофаминовый обмен как бы объединяет проблему из ДВГ-этиков, так называемой мутации дофаминовых рецепторов, когда рецепторы неадекватно реагируют на метаболит, на нейромедиатор. Это присутствует как у больных с СДВГ, недополучает сигналы при СДВГ, и у него мозг работает не так синхронно, простые задачи, он реагирует всем мозгом, а когда надо что-то сложное решить, больной с СДВГ не включает мозг, как хотелось бы, значит, не хватает нейрональной сети. То есть нет гармоничности? Гармоничности и нейрональной сети не включает сложные задания. А когда смотрели МРТ детей без СДВГ, он выполнил простую вещь, нажимая кнопки на определенные знаки, а когда включили ту же задачу через год, мозг ребенка вообще никак не реагировал. То есть выполняли у других структур, подкорка, мозжечок, эти простые функции. А у ребенка с СДВГ еще кора через год продолжала работать. То есть нерациональное даже распределение простых и сложных заданий. Так вот, обмен дофамина, если у больных с СДВГ, он не воспринимает нейромедиатор, как бы мимо проходит и не включает весь мозг. Здесь у больных с ТИКами часть зон, особенно где двигатель, наоборот, слишком реагирует. Еще понятие есть такое, гиперчувствительность дофамина рецепторов. И в результате там поддерживают постоянные высокие импульсации в мозге, именно в моторной зоне. И недостаточно тормозится сигнал и выходит на поверхность. Получается, что там поддерживается повышенный метаболизм в области коры. И любой сигнал извне идет, воспринимается как произвольный. И мозг как бы такой шибко программы. Поэтому моргание мы и так моргаем. Тут моргает очень часто. Мы же и так плечом двигаем, он плечом дергает. Мы наклоняем голову, он несколько раз. То есть, вот эти повторные движения, какую-то вот сцикливаются в неправильную программу. Я скажу, что есть такое определение ТИКа, что он стереотипный гиперкинез в результате сокращения различных мышц. И напоминает произвольное. Поэтому ряд движений действительно он напоминает произвольное. Наклоны, повороты, движения плеча, вздрагивания. Даже вот подкашливание. Это тоже может быть ТИК, вокальный феномен. Подкашливание, кхерканье, шмыганье. Вот, кстати, я бы сказал, наши коллеги-педиатры должны четко это выделять. Потому что приходят пациенты, полгода лечатся от насморка, подкашливание у аллергологи-пульмонологи, все антибиотики, антиаллергические препараты. А потом, когда врач-педиатр задаст вопрос, а вечер усилится, да, ночью пропадает, да. Это уже больше данной изотеки. И здесь лучше направить к неврологу. И даже врач-педиатр может назначить простые лекарства. Вот мы первую линию назначаем гупантеновую кислоту, например, тот же пантагамп. Но в хорошей дозе, 50 миллиграмм и килограмм веса. Особенно дети младшего, школьного и дошкольного возраста. Но опять же тут вопрос, мешают они или нет? Если он начал моргать немного, ну, один раз плечо в час. Каждое движение лишнее лечить невозможно. Мы просим, опять же, цифра, цифра, цифра. Подсчитайте за 20 минут сколько тиков. Мама говорит, часто, часто. Берите блокнотик и чиркайте. Вот она диагностика. Она почиркала и говорит, да всего 5. Я ребенку спрашиваю, тебе мешают? Нет. А кому мешают? Он даже пальцем показывает. Маме. Маму. Потому что она ему замечание, он от них устал. Валерий Петрович, тогда, когда на это взрослые обращают внимание, это усиливается или нет? Проявление, симптоматика. Но когда они рассказали... Это мама, которая постоянно его... Не шмыгая носом, не шмыгая носом, не дергая плечами. Не грызи ногти, не грызи ногти, не грызи... Это вызывает больше любое замечание. В любом человеке вызывает тревожность и негативную реакцию. Четко доказано, стресс, негативная реакция на ребенка, тики усиливаются. Потому что там задействована психоэмоциональная структура еще системы движений. Это ведь не произвольные движения. Это не произвольные. Значит, ребенок не может перестать шмыгать носом, перестать дергать плечом. И от того, что мама будет напоминать ему... Ну, меньше в возрасте, младше в школьной... Нет. Реакция самоконтроля... Вот вступает как созревание 12 полушария, 10-12. Это я всегда спрашиваю. Видите, каждый возраст и каждая картинка. Я в 10-12 спрошу, а в школе как? И когда говорят, что их мало или вообще нет, это хороший показатель. То есть, самоконтроль включается? Самоконтроль включается. И подключаем занятия на самоподсчет. Здесь первая задача при тиках. Решить вопрос. Опять же, я сейчас рассказываю обычно. Когда я пришел на общество, меня позвали общество кардиологов детских. И ревматологи были. Они говорят, Валерий Петрович, тики нас замучили. Я говорю, что такое? Ну, вот посылают педиатра с диагнозом хорея. Увидели моргание и послали. А что нужно, говорит, прежде чем послать? Ты спроси, папа моргал, дергал чем-то? Если он подкашливает, да еще шмыгает. Я помню, один педиатр тоже опытный говорит. А при хореи никаких звуков-то не бывает. То есть, вот простая фраза, в одной фразе вся, можно сказать, клиника тиков. Они повторяются утром меньше провокации стресса. Во сне проходят. Высокая наблюдательность, то есть, высокая распространенность у родителей. Распространенность стереотипии. В этих семьях очень часто грызут ногти, обкусывают ногтевые ложи. Крутят волосы. Стеретипии и тики ходят рядом. И у ребенка могут они тоже встречаться. То есть, набор этих симптомов показывает, что это не хорея. Ребенок, опять же, стиками прыгает, пляшет и поет. Ребенок будет с гипотонией, с астенией. И ревмоинфекция потом выявляется. Отсюда, вот спросишь у родителей. Оказывается, первый дебют деморгания тоже уже был. Самый частый 5-6 лет. Вот возраст очерчен. Это генетика. И созревание двигательного анализатора и дофаминовых систем. В 5-7 лет выброс эндогенного дофамина. А потом начинается возрастная зависимость. В 12-14 дофамин, как у взрослых, и рецепторы, это наша гипотеза, рецепторы адаптироваются, видно. То есть, становятся адекватно чувствительными, не гиперчувствительными. Да, они становятся, да. И вот это, говорят, перерастет тики. Не спешите. Вот действительно, половина тиков, половина тиков. Прогноз хороший. Если он не прыгает, не приседает, не кричит слова, он не выходит в сложную форму, которая называется синдром Туретта, то здесь прогноз хороший. Просто тики в Америке провели исследование, 20 лет наблюдали. Я всегда завидую таким, как говорится, с глубой завистью, что такие исследования возможны. 20 лет катамуса. Из 93-х, 80, прекрасная адаптация в обществе. Это если шла речь о простых тиках, да? Да. Хронические моторные тики, множественные у взрослых. Плечо, моргание, поворот. Но мешают действительно. И там, где было СДВГ опять проблемы с СДВГ, вот там были проблемы. Они не получают образования и плохой достаток в семье. И асоциальная какая-то деятельность. И при тиках СДВГ самый частый коморгитный синдром. Так вот, получается, эсо-моторные частые моргания и плечо. Оказывается, он шмыгал. Там 3-4 года и обращали внимание, что полгода шмыгал. Значит, вот был дебют. И тогда уже можно было подумать. Значит, мы просим родителей посчитать за 20 минут. Если меньше 10, они не мешают. Тем более ребенок в дошкольном возрасте. Никто не доказал, что вот мы сейчас дали лекарство, и мы обеспечим полную ремиссию. Никто это не доказал. Были контрольные группы, одних как-то пытались лечить, других нет. Выход одинаковый. Да. Поэтому мы лечим, назначаем препараты и гопантеновой кислоты, когда они начинают мешать ребенку. Моргает до 100. Да, 100 за 20 минут. Если в норме, ну максимум там до 20 раз в минуту человек моргает в норме. То есть он 100, 120, 200. Внимание снижается. Это раздражает ребенку. Глаза начинает вытирать. Вот дискомфорт. Мешают? Он сам говорит, да, мешают. Крупные тихи, поворот головы, плечо. Особенно чаще они справа. Тоже особенность формирования. Сенсомоторная зона. Рука дергается. Да, мешают. Дискомфорт. Мы начинаем лечить. То есть объясняем родителям. Лечение многолетнее. И мы лечим тяжелые тихи. И как-то родители говорят. Значит вы снимаете симптомы. Вы не лечите. Я говорю, а вы верите в чудеса. Дали золотую таблетку и все прошло. Я говорю, лечение ишемической болезни это лечение. Лечение диабета по жизни это лечение. Они как-то начинают осознавать. Еще вот такой детский подход. Дал лекарство и все прошло. Это особенно строение нервной системы. Опять же нарушение развития сенсомоторных зон. Восприятие определенных сигналов. Спасибо вам большое. Спасибо, Ваня Илья Петрович. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания. Ассоциация Серано рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в новом формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать в свою библиотеку полезные информации. Приложение уже доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом Серано образование станет ближе и удобнее.